Заключительный футбольный матч сезона текстильщик провел дома. Его оппонентом стал московский клуб «Строгино». Победа в последней встрече сулила столичной команде серебро первенства, а ивановцам место в первой пятерке. Так что обе команды были настроены решительно. Карты москвичам спутал вот этот эпизод на второй игровой минуте. За игру рукой судья, не колеблясь, назначил пенальти, который блестяще исполнил лучший бомбардир текстильщика Иван Лукьянов. Это уже 18-й его гол в сезоне. Поведя в счете буквально с первой атаки, красно-черные могли бы расслабиться, но на кону слишком многое. Гости всеми силами старались прорвать оборону текстильщика, но, к счастью, безуспешно. На этот эпизод ивановцы ответили уже через минуту. Тоже неудачно. В первом тайме ни одна из атак больше не увенчалась успехом. Команды исправили это упущение во второй половине встречи. Уже на пятой минуте нового игрового отрезка гости сравняли счет. Без сомнения, эту встречу со «Строгино» можно назвать одним из самых сложных матчей текстильщика. Гости играли довольно жестко, не щадя ни противника, ни себя. В середине второго тайма на очередное нарушение москвичей арбитр не сумел закрыть глаза. И снова указал на точку. И вновь и мяча Лукьянов. В оставшееся время градус борьбы еще повысился. Как итог, несколько желтых и красная карточка. В добавленной арбитром к основному времени 5 минут красно-черные в большинстве должны были всего лишь удержать преимущество. Но они забили еще. Передача от Натюргашкина. Там совершенно один удар. Гол! Все! Все! 3-1! Текстильщик побеждает в заключительном матче сезона 2014-15. Московское «Строгино». Гол! И автором его становится Алексей Тюргашкин. Принимает поздравления Алексея от всей команды. Итог встречи 3-1 в пользу красно-черных. И это при том, что в первом круге первенства москвичи одержали победу 2-0. Мы довольны игрой своей команды. Мы играли хорошо. Но самое главное – текстильщик и лично Дмитрия Владимировича поздравляю с заслуженной победой. Дмитрий Парфенов не скрывает улыбки. Ему удалось после провального первого круга первенства найти нужные слова. И поднять команду с 10-го на 5-е место. Сегодня выиграла наша команда за счет, наверное, реализации, за счет характера. Мы показали всю весеннюю часть. И где-то, несмотря на наши серии, которые мы выигрывали, мы все никак не могли подняться. И все-таки нас вознаградило. Мы в итоге, конечно, не радостно заняли 5-е место. Не очень радостно. Но я видел, что ребята хотели, что прибавили в командном плане, в игровом. Хотелось бы, конечно, сохранить, что будет тяжело. Этот сезон был самым эмоциональным для текстильщика. 7 досадных поражений, 8 ничьих и 15 голоукружительных побед. И все это время вместе с футболистами и тренерами переживали и радовались болельщики. Они верные и настоящие. Они были до конца. За это им огромное спасибо. Я думаю, что сюда многим командам приятно приезжать. Когда играешь в футбольной атмосфере, никогда 100 человек ходит. Следующий футбольный сезон стартует в июле. Каким он будет и сумеет ли текстильщик в межсезонье сохранить боевой дух, узнаем совсем скоро. Наталья Гутарина, Андрей Семеволков, Денис Денисов, РТВ Иваново.